Мавзолея Бейбарыса в Дамаске сохранилось около 77 тысяч записей об образе жизни народов Великой Степи и Кипчаков. Во время поездки в Сирию участники научной экспедиции по следам предков встретились с потомками султана и побывали на месте его захоронения. Захоронение султана Бейбарыса расположено вблизи одной из старейших мечети Омейядов. Она пережила несколько исторических битв. К примеру, в 60-м году 13-го века монгольская армия вторглась в Дамаск и ее работа была приостановлена. В то же время потомок Чингисхана Хан Хулагу разрушил цитадель. С приходом мамлюков строения были восстановлены. Бейбарыс внес изменения в архитектуру цитадели. Здесь были установлены дополнительные башни и сделан канал. После ухода Бейбарыса цитадель прошла еще несколько реконструкций. Султан Калаун расширил канал и сделал некоторые обновления. Следующие правители также внесли свою лепту в реконструкцию этого памятника. У крепости богатая история. В арабской культуре мамлюки оставили исторический след. В их честь дают имена зданиям и улицам. Школа имена Айнджалют. Айнджалют, вы знаете, что это битва против татаров, монголов, там в Палестине. А здесь в честь этого Захара Бейбарса построили это здание как средняя школа. Члены этой семьи считают себя прямыми потомками султана Бейбарса. Младший сын защитил научную диссертацию о своем предке. По его словам собрано достаточно доказательств, говорящих о том, что Бейбарыс выходит из казахских степей. Наши предки веками жили в Дамаске. Согласно генеалогическому древу, члены нашей семьи – прямые потомки султана Бейбарса. Его имя стоит в самом начале нашего древа. Сейчас немало людей из семьи в Иордании и Египте, считающие его прародителем. Однако мы его прямые потомки. Последней точкой экспедиции по следам предков стало Министерство культуры Сирии. Во время встречи участники отметили, что историю и культуру двух народов можно считать общими благодаря султану Бейбарысу. На память министру вручили копию Кобыза XII века. Иван Тулинов, Талгатбек Абдекужа, Самат Бекбатыров, Хабар, 24.